Дема моей проповеди И в конце мы будем о нем более подробно говорить А сейчас бы я очень хотел донести вам слово Которое, я уверен, может изменить вашу жизнь Знаете, иногда, когда ты проповедуешь что-то очень важное Его сложно донести Сложно донести, чтобы вы поняли Даже Иисус говорил, говорит, сейчас вы многие вещи не понимаете Это не вмещается в вашу голову, в ваши мозги И Иисус говорил о том, что только ученикам Он открывает тайны Царства Божьего Поэтому многие имеют уши, не слышат, глаза не видят И, в общем-то, это проблема не сегодняшняя Это проблема извечная Так вот, сегодня я бы хотел поговорить о мышлении человека И о том, как мышление человека способствует Или препятствует Божьей работе в его жизни Иисус несколько раз делал замечания людям И замечания касались не того, о чем они говорят А замечания касались того, о чем они думают В отличие от нас с вами Иисус имел такую способность читать мысли людей И однажды, когда Он увидел человека Который 38 лет лежал парализованный возле купальни Вефезда И Он сказал, хочешь ли быть здоров? Тот говорит, хочу Иисус сказал, прощаются тебе грехи твои И вдруг он почувствовал в этот момент Что люди начали думать негативно о том, что он сказал Я не могу читать мысли людей Но чувствовать, что они думают, очень часто могу Потому что, когда человек наполнен какими-то негативными мыслями Может быть, по отношению к тебе Может быть, по отношению к церкви Может быть, по отношению к братьям и сестрам Это чувствуется И вот Иисус почувствовал эти мысли Или увидел их И Он сказал, фарисеям, говорит Что вы худое мыслите Перед тем, как совершить чудо Он хотел разобраться с этими плохими мыслями Плохими мыслями Я хочу сказать, что прежде, чем чудо придет в твою жизнь Тебе нужно с многими своими мыслями плохими разобраться Многие не разбираются с ними Многие понимают, что с ними нужно разобраться С другой стороны Когда люди мыслили правильно Например, женщина, страдавшая кровотечением Которая бежала к Иисусу и говорила Я, если только прикоснусь Сразу исцелюсь То это Господу помогало И даже Ему не надо было руки возлагать Не надо было проповедовать Не надо ничего было говорить Достаточно было того, что она прикоснулась И исцелилась Люди с правильными мыслями Когда они прикасаются, они исцеляются Люди с неправильными мыслями Они ставят препятствие для Господа Знаете, когда мы говорим о мышлении То есть мысли в нашей голове контролируемые То есть ты говоришь Я буду думать об этой сестре хорошо Ты решил думать хорошо Да? Обиженный человек Решил простить И решил думать хорошо И ты ходишь и говоришь Хорошая сестра Сестра в Господе Аллилуйя Слава Иисусу Христу Я ее люблю Любовью Иисуса Христа И потом ты расслабился А тварь же она такая И ты видишь Пришли Неконтролируемые мысли Да? Есть контролируемые Есть неконтролируемые Ученые говорят Это сознание И подсознание Библия Называет Подсознание человека Это сердце человека Амэн Сердце человека И Библия говорит Если будешь устами исповедовать А сердцем веровать Веруют люди чем? Сердцем Не мозгами А сердцем веруют Понимаете? Вы все поняли, что я сказал? Ну я извиняюсь Вот Это я отягощен уже Этим Кандидатским образованием Вот Поэтому иногда бывает Вот сложно Стараюсь выразиться Но Чтобы вы легко это поняли Так вот Вера Она не в мозгах Вера Она где? В сердце Что такое сердце? На что похоже сердце? Вот я вам пример приведу Сердце Оно похоже на поле На поле Знаешь? И вот Что в твоей голове Ну Чем ты живешь? Да? Заботами Житейскими Проблемами Обидами Оно из головы Время от времени Падает в сердце И там Прорастает Поэтому у кого-то В сердце Там Проросли Хорошие плоды Ну потому что Он думал о хорошем Мечтал о хорошем Говорил о хорошем Как написано? Написано Думайте о том Что хорошо Достославно И Бог будет с вами Он постоянно думал И поэтому В его сердце Попадали всегда Хорошие Семена И поэтому У него там Сердце Доброе Сотвори во мне Да? Уже доброе сердце У него И поэтому Даже когда Трудная ситуация Человек из доброго сердца Начинает сразу Выносить Что? Доброе Он говорит Пройдем все Победим Да все будет хорошо Да не надо никого обвинять Да все будет нормально Он из доброго сердца Приносит доброе Есть другая ситуация Жила маленькая девочка Где-то там Папа мне алкоголик был Маму на глазах Ее избивал Мама ей шаловалась Всегда говорила Все мужики Козлы Твари Конченные И знаете Эти мысли Эти слова Они из головы Падали в сердце Падали в сердце Падали в сердце Падали в сердце И там целое поле Поле Русское поле Засеяно Вот такими семенами обиды Поэтому когда она ушла От алкоголика От алкоголика папы И вышла замуж За христианина Кбасю Ну Образно Говорит Да Который ее любит Который хороший Который Просто Правильный человек Во всем Как там в этой песне Цветы дарит Да Тещу мамой Называет Что Зарплату отдает Понимаешь А она же Девочка наша Та обиженная Которая уже 60 лет Да Вот Она же обиженная девочка И в нее Вот Контролируемые процессы Нормально Все У меня хороший муж У меня хорошая семья А потом раз Контроль переживал И тут семена эти Знаете Вот Человек Злой Из слова Сердца Выносит Что Злое Оно раз И выскакивает Раз И выскакивает Да То есть Какова наша задача Наша задача Не только мозги Преобразовать Наша задача Преобразовать Своё сердце Чтобы в сердце Была Вера Вера была Вера была Амин Давайте Откроем Одно место Из писания Это записано Это вообще везде записано Это во всех Иванах Записано Ну Мы одно прочитаем Одно прочитаем Марка Марка Матвея Сори Шестнадцатая Глава Шестнадцатая Глава Шестой стих Иисус Иисус сказал Смотрите Берегите Закваски Фарисейской И Саддукейской Ну решил Попроповедовать Ученикам Восьмой стих Уразумев то Иисус сказал им Что Помышляете В себе Маловерные Что хлебов Не взяли Еще ли Не понимаете Не помните О пяти хлебах На пять тысяч человек И сколько Коробов Набрали вы И о семи хлебах На четыре тысячи человек И сколько Коробов Набрали Вы Итак Иисус Посмотрел И ему Сильно Не понравились Мысли Учеников Так называемые Помышления Сердечные Амэн Не понравились А что они ему Не понравились Я вам расскажу Потому что Однажды Его двоюродного Брата Иоанна Крестителя Убили Убили за то Что он Ну Сильно Рьяно Проповедовал Ироду Кто он Есть И Конечно Иисус Расстроился Когда Кто-то умирает Близкий Ну ты Расстраивайся И он Уединился Решил Побыть там Наедине С самим Собой Разобраться Со своими Мыслями Но народ Его нашел Они его Нашли Косые Хромые Больные Одержимые Все Все Пришли К Иисусу И ему Ничего Не оставалось Как Выкинуть Все свое Расстройство Идти Проповедовать И исцелять Больных На этой горе Три дня Он учил И проповедовал Пяти тысячам Человек Без Женщин И детей С женщинами И с израильскими Детьми Это был Жах Потому что Наши дети Балваны Но израильские Дети Они Очень Балваны Да Наши дети По сравнению С ними Ангелы Это Принципы Еврейского Воспитания Евреи Говорят Если Ребенок Решил Вырыгать Тебя на Тапочек Значит Так Богу Угодно Поэтому Не препятствуй Ему Это Так Он Выражается Вот Представьте Пять тысяч Без Женщин И детей Жить Женщин Без Детьми Не знаю Пятнадцать Двадцать Тысяч Толпа Народа Он За всех Их Молится Всем Им Проповедует Всех Их Учит Три Дня Ученики Приходят И говорят Господи Отпусти Уже Потому что Они Есть Хотят Иисус Говорит Вы Дайте Им Есть Филипп Как мы Дадим Есть У нас Ничего Нет У нас Там Двести Долларов В кассе Приходит Андрей И говорит Есть Тут Есть Пять Хлебов Две Рыбки Есть Все Сейчас Попытаемся Накормить Иисус Принесите Сюда Благословил Дал Ученикам Ученики Начали Раздавать В их Руках Хлеб Начал Умножаться И Установилось Много Много Они Набрали Двенадцать Коробов Иисус Видит Все Радые Все Счастливые Едят Едят Уже Так Наелись Что Иисус Понудил Учеников Своих Зайти В лодку Потому что Подумал Что Они Лопнут Они Сели В лодку Поплыли Иисус Остался На берегу Там Поднялась Буря Они Все В шоке Господи Погибаем Иисус Пошел По воде Они Это Видели Успокоил Бурю Они Это Видели Приплыли В страну Ходоринскую Там Одержим Иисус 4 тысячи Бесов Иисус Их Изгоняет Идет Дальше Женщина Страдавшая Кровотечением Получает Исцеление Девочка Которая Умерла Она Была Воскрешена Потом Иисус Идет Опять Умножает 7 хлебов На 4 тысячи Человек И Опять Кормит 4 тысячи Людей Без Женщин И Детей Они Все Это Видят Амэн Они Все Это Видят Приходят Фарисеи И Говорят Слушай Иисус Хотелось Бы Видеть От Тебя Какое Это Знамение Иисус Просто Я Казал Петру Порошенко Яких Вам Шер Ре Форм Не Хватает Уже Все Зробылы Уже Скоро Будем Реформировать Реформы А потом Будем Реформировать Реформированные Реформы Вот Когда Дореформируемся И будет Доллар 40 Тогда Скажем Что Уже Все Среформировали И Бензин 50 Да И Вот Иисус Говорит Вам Вам Лукавые Люди Вам Никаких Знамений Не Будет Дано Вам Я Ничего Показывать Не Буду И Знаете Под Впечатлением Этого Разговора Он Опять Садится С учениками В лодку Плывет И Начинает Проповед Ребята Берегитесь Закваски Фарисейской Саддукейской И Он Пытается Им Опять Донести Какую-то Истину Важную Истину Не Будьте Фарисеями Не Будьте Саддукей Берегитесь Вот этой Закваски Вонючей А мне Подтверждение Надо А мне Доказательства Надо Бог Смотрит На тебя А мне Вера Надо Подтверждение Тебе Какие Тебе Еще Подтверждения Надо Вся Моя Жизь Это Подтверждение Смотри На жизнь И увидишь Это Подтверждение Вся Жизь От Рождения До Смерти Какие Тебе Еще Подтверждения Надо Берегитесь Этой Заразы И Знаете Они Сидят Их Мозги Контролируемая Часть Наполнена Впечатлениями И Информацией О Чудесах И Знамениях Они Все Видели Они Все Слышали Они Все Переживали Они Эту Девочку Видели Мертвую Они Видели Эти Бесы Они Видели Как Эти Хлеба Умножаются В Их Руках Умножаются В Их Руках Иисус Он Не Только Сам Чудеса Дел Он Еще Всех Задействовал Это Их Сознание Контролируемая Часть И Тут Просыпается Мафия И Они Сидят Все В клодке Там Берегитесь Закванский Садок Ейский Фарисы Конечно Сидят Слушай Ты Хлеб Взял Нет А Ты Нет Вообще Не Взял Ты Что Там Семь Коробов Было И Они Начинают Разговаривать Чисто Еврейский Разговор Запаслись Не Запаслись Они Начинают Так Разговаривать Иисус Это Не Слышит Они Между Собой Это Их Мысли Это Их Суждения А Иисус Чувствует Что Его Проповедь Она Не Доходит Не Доходит Знаете Как В той Притче Помните Притча Про Сердце Иисус Иисус Говорит Сеятель Семя Сеет Он Его Сеет Вот Так Сеет Да И Куда Попадает Семя В Бурьян В Бурьян Попадает И Там Заглушилось Чем Заботами Житейскими Понимаешь Ученики Иисуса Не Были Там Блудниками Наркоманами Алкоголиками Это были Обычные Рабочие Люди Чем Озабочен Обычный Рабочий Человек Это Я не Осуждаю Все Люди Озабочены Как Прожить Как Поменять Свои Условия К Лучшему Как Покушать Лучше Вот Я Сейчас Этим Сильно Озабочен Потому что Я Первый раз В жизни Пять недель Оказался Без жены И это Страшно Это Самое Страшное Испытание В моей Жизни Мне кажется Это Даже Хуже Чем Когда Обыск От СБУ Был Потому что Она Лежит В больнице Ей Там Ногу Ремонтирует Вот А Я Ем Колбасу И Уже От Вида Колбасы Тошнит Я Только Смотрю На Ни Мне Уже Плохо Становится А Еще Я Постоянно Нахожу В сумке Чужие Трусы Чужие Носки Потому что Я Где-то Свои Оставил А Мне Кто-то Положил Другие У меня Какие-то Появились Трусы Длинные Вот Носки Красные Вот Я Никогда В жизни Носил Красных Носков Это Красные Носки Это Ужас Ну Я Надеюсь Что Ей Отремонтируют Ногу И Начнется Вторая Жизнь Для ее Ног Вот Там Удалят Что-то Что не Нужно Добавят То Что Нужно Ну Вы Видели С ногами Все Решается Аминь Так Вот Люди Озабоченные Озабоченные Знаете Петр Он всю Жизнь Озабоченный Был Как Заработать Где Найти Что Сделать Он Всегда Он Об этом Думал И Это Падало В Его Сердце Это Знаете Заросли Такие И Когда Туда Упало Слово Божье В Эти Заросли Оно Там Этими Зарослями Сразу Было Забито Да Все Ты Правильно Пастырь Говоришь Только Надо Зарабатывать День Ты Хоть Во Время Служения Час Не Думай Про Польшу Час Не Думай Не Думай По Секундах С Высоко Наступит Время Сам Поймешь Наверное А может Ты не поймешь Кто Его знает Так Вот И они Неконтролируемо Знаете Неконтролируемо У тебя тоже бывают Неконтролируемые Мысли Некоторых Из них Ты Даже Пугаешься Это Исходит Из Твоего Сердца Потому что Контролируемо Ты хочешь Думать О хорошем Но Неконтролируемо Неконтролируемо Вылазить Что Попало Да Что Попало Женщина Пришла Ко мне 65 лет Говорит Пастор Помолитесь Блуд В голову Лезет А как Что Сажали В молодости То Оно Выстреливает В старости Иисус Говорил Об этих Почвах Там При дороге Почва При дороге Там Вороны Постоянно Все Выклевывают Там Говорит Почва Каменистая Там Одни Камни Там Ничего Не растет Если Растет То Недолго Он Говорит Есть Хорошая Почва Там Растет Вера В хорошей Почве Растет Вера В хорошем Сердце Растет Вера Если Сердце Правильное Там Вырастает От Слова Божьего Вера Вера Которая Любит Прощает Спасает Помогает Служит Благословляет Вера Вера Которая Побеждает Вера Которая Преодолевает Аминь В правильном Сердце Растет Вера И теперь Вопрос Как Сделать Чтобы Сердце Изменилось Мы говорим Нужно Изменить Мышление Когда люди Так говорят Они Думают И о Наших Мозгах И о Нашем Сердце Потому Я Видел Очень Много Фальшивых Харизматов Фальшивых Знаете Вот Фальшь Она Чувствуется Аллилуйя Господь Со мной Все Сделает Все Будет Хорошо И потом Ты этого Человека Видишь Проблемы Да Что В вас Всех Да Пошли Вы Все Да Ну Вас Всех В Мозгах Было Одно А В Сердце Что Совершенно Другие Вещи Поэтому Знаете Цель Работы Над Мозгами Не В В том Чтобы Стать Профессором А В том Чтобы Твое Сердце Профессором Стало Да Чтобы Твое Сердце Изменилось Потому Что Вера В Сердце Вера Не В Голове Поэтому Говорить Можно Что Хочешь Знаний Можно Получить Целую Гору Вопрос В том Что Опустилось В Твое Сердце Чем Ты Засеял Свое Поле И Что Там На Этом Поле Взошло Что Там Взошло На Этом Поле Что Выстреливает Что Выпривает Что Неконтролируемо Появляется В твоих Мыслях В твоей Голове Знаете Я Очень Просто Смотрю На Сельские Работы Я Не знаю Может Кто Сложнее Смотрит Я Просто Смотрю Когда Мы Еще В Былые Времена Сажали Что Мы Сажали Картошку Мы Сажали Все Сажали Картошку Вот Когда Мы В Былые Времена Сажали Картошку Приезжали На Поле На Какое-то Или На Какой-то Огород Я Помню Что Было Время Что Выдавали Даже Участки Да Вот Под Картошку Тебе Выдавали Участки И Ты Допустим Работал На Шахте У Тебя Был В Гаражном Кооперативе Конченый Гараж В Пятиэтажке Конченая Квартира В Марьинке Конченая Дача И К этому Всему Конченому Тебе Выдавали Еще Конченый Огород Ну Я Вот Братья Сестры Я Вот По Моей Скромному Мышлению Мне Кажется Если Вот Эти Три Четыре Вещи Соединить В кучу Это Было Больше Счастья Если Был Дом В Доме Гараж Возле Дома Огород Это Бы Счастье Было Но Советский Союз Он Не Хотел Чтобы Люди Были Счастливы Он Хотел Чтобы Ты Бегал Между Квартиром Гаражом И Огородом Вот И Квартира Вроде Твоя Но Не Твоя Гараж Вроде Твой Ха Но Не Твой И Огород Тебе Дали Он Вроде Как Твой Но Он Тоже Не Твой Вот Нарушена Заповедь О Защите Частной Собственность Да Я вам Скажу Так Вот Пока Наше Правительство Не вернет Мне Кузню Моего Прадеда И Лошадей Моего Второго Деда Вот Я Чуть Нуждаюсь В этом Пока Мне Не вернут Мою Кузню И Лошадей Ничего Хорошего У страны Вора Не Будет В Будущем Страна Которая Обворовала Людей Я понимаю Что Может Многих Не Обворовала Потому Что У вас Ничего Не Было Но Кого То Обворовала Если Копнуть Всех Кто Жил В Украине То Здесь У Всех Что То Было Потому Что У нас Люди Трудолюбивые У нас Все Работали Все Пахали У Всех Что То Было Сейчас Начать Копать У Кого Поля Были У Кого Понимаете Кто То Должен Это Инициировать Допустим Президент Владимир Зеленский Должен Сказать Мы Всем Обворованным Гражданам Которые Жили В Украине До 17 Года Вернем Все Что Мы Экспроприировали Да Представляете А так Пока Ну Вор Будет Всегда Обворован Понимаете Вор Будет Всегда Обворован Ушли Не Туда Вернемся К Подсознанию К Сердцу Песню Поем Сердце Чистое Затворил Да Давид Это Понимал В Сознании Он Любил Бога Он Хотел За Ним Следовать А подсознание Его На Версавию Потянул Понимаете И он Говорит Бог Сердце Чистое Сотвори Дух Правый Обнови Во мне Потому что Как Павел Говорит Что Нахожу Удовольствие В законе Божьем Но в членах Моих Какой-то Иной Закон Противоборствующий Закону Мама Моего И делающим Меня Пленником Закона Греховного Очень Просто Смотрю На Полевые Работы Если Тебе Дали Участок Под Картошку Первое Что Нужно Сделать Надо Вырвать Бурьян Все Согласны Со мной Желательно С корнями С корнями Если Кто-то Рвал Бурьян С корнями Поверьте Мне Это Самая Противная Работа В мире Особенно Если Земля Хорошая Хорошая Если Земля Чернозем Хорошая То Там Бурьяны Глубоко Проросли Понимаешь А она Еще Такая Как Пластилин Ты Рвешь Вот так Оно Не Рвется Ничего Да Отрывается Верхушка А эти Остаются Там Сидеть И Это Такая Тяжелая Работа Какая Самая Тяжелая Работа Вот Самая Тяжелая Работа Это Над Своим Сердцем Над Сердцем Соседа Нет Да Что Ты Брат Прости Все Ой Да Что Там Пожертвуй И Все Да Что Там Забудь И Все Это Ты Про Соседа А ты Давай Про Себя Второе Камни Надо Убрать Понимаете Потому что Камни Мешают И Надо Убрать Камни Израиль Он Особенно Каменистый Там Много Камней Поэтому Надо Убрать Камни И Следующий Этап Огород Надо Прокопать Прокопать А потом Надо Взять Еще Грабли И Собрать Граблями Или Граблями Как Правильно Подскажите Кандидату Нову Как Правильно Граблями Или Граблями Что Грабли Какая Разница Конечно Нету Разницы Когда Ты Ними Работаешь Вообще Никакой Разницы Нету Вот Когда Ты Тягаешь По Полю Уже Руки Синие Вот Какая Разница Вообще Никакой Разницы Нету Пусть Называется Как Попало Лишь Б Тягали И Потом Ты Граблями Все Еще Стягиваешь Да И там Мелкие Камни Ты Стягиваешь Там Корни Те Что Остались Там Ты Стягиваешь Все И потом Вот так Подравниваешь Все И Уже В конце Мокрый Уставший Грязь На лбу У тебя Вот Вытирайся Вот так У тебя Все В грязи Ты Вот так Смотришь И говоришь Вау Супер Теперь Можно Сажать Теперь Можно Все Сажать Туда Потому Что Теперь Все Хорошее Там Приживется Когда Все Плохое Убрали Теперь Все Хорошее Там Вырастет Знаете Чтобы Все Хорошее В твоем Сердце Росло Сердце Должно Быть Мягким Амэ Добрым Мягким Мягким Так Вот Про апостола Павла Саввел Был С детства Научен У Ног Амалиила С детства Он С вот Таких Воспитывался Закону Божьему Он был Законник У него Было Мышление Знаете Какое У законников Мышление Или так Или никак Или по закону Или неправильно Вот так Он мыслил Поэтому Когда Появились Христиане Естественно Все Иудеи А в Особенности Законники Ревностные Они Сказали Это Все Неправильно Все Неправильно Мессия Не пришел Иисус Обманщик Аферист Ну и что Что он исцелял Закон Моисея Это жесткие Правила Поэтому Все Кто в эти Правила Не вписываются Мы их Истребим Знаете Это Иудеи В Украине Любят Христиан А в Израиле Иудеи Не любят Христиан Они их Терпеть Не могут Законники Да Законники Это мы Христиане Мы просто Пылаем Любовью К евреям Правильно Еще не понял Я говорю Пылаем Любовью К евреям У нас Такая Пылкая Любовь К ним Вот Пылаем Просто О Евреи Аллилуйя Аллилуйя Евреи Да А евреи Когда смотрят На христиан Они говорят Вот это еще Помню Когда первый раз В Израиль летел И мне все Рассказывали Ты там Евреям Не проповедуй Не проповедуй Евреям Потому что Там Понимаешь Там кто-то Проповедовал Его побили Кто-то там Его в тюрьму Посадили Это нельзя Там церкви Сколько там Пытались Этих церквей Открывать Это невозможно Там Там Австодоксы Там все И мне так все Рассказывали Рассказывали Я молчал Там Ничего Никому не говорил Потом В такси ехал Из Аждода В Иерусалим И решил Одному еврею Попопоповедовать Он по-попоповедовать Он по-русски Разговаривал Я ему говорю Послушай Бог творит чудеса Он говорит Да Я говорю Да Я начинаю Ему рассказывать Свидетельства Ну приблизительно Вот такие Как сегодня Вы слушали Одно Второе Третье Дорога длинная Там часа три Я ему рассказываю 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 Он говорит Да кто это все делает Я говорю Мессия Я говорю Иисус Он говорит Так а что тогда Евреи Дураки Мессию ждут Если он уже есть Я говорю Так я не знаю Это я вас хотел спросить Кого вы ждете А? Кого вы ждете? Шестьсот шестьдесят шесть? Кого вы ждете? Мы дождались Наш Господь Мессия Прошел Он уже исцеляет Спасает Господь Ты ли тот? Или ждать нам другого? Конечно тот А кто еще? Слепые видят Хромые ходят Прокаженные Очищаются И блажен Кто не соблазнится О Мне Поняли Несчастные евреи? Почему несчастные? Ну потому что Блажен Кто не соблазнится То есть кто счастлив А кто соблазнился Тот что? Несчастный Иисуса надо признавать Да? Иисуса надо признать Все евреи Признавшие Иисуса Это хорошие евреи Все евреи Которые не признавшие Иисуса Они будут хорошими евреями Когда признают Иисуса Да? Очень позитивное мышление Вообще ничего негативного Ничего неправильного Вписываемся в закон об антисемитизме Принятый в Украине Так вот И Павел Решил убивать христиан Там не написано Что он сам принимал участие В убийстве Но Когда Стефана убивали Походу он был радый Он был счастлив Он улыбался Я говорю Вот так вот Он потом сам о себе скажет Говорит Я был Что изверг какой-то Что изверг был И он был такой Знаете Активный Законник Активный С четкой позицией Убежденный Уверенный Он шел По дороге в Дамас Предварительно взял письма Чтобы и там В Сирии Представляете Какой был активный Он хотел не только в Израиле Христианство Все уничтожить Он даже в Сирию Пошел Чтобы и там Порешать все вопросы И позакрывать все церкви И по дороге Встречается кайму Кто? Давайте помолимся Чтобы все евреи На земле Встретили Иисуса Господь Во имя Иисуса Христа Благослови Чтобы все евреи Особенно в Украине Особенно в Украине Встретили Иисуса Христа Аминь Когда Иисус начал с ним Разговаривать Его осиял Великий свет От этого света У него глаза слепли От этого света Он упал И Иисус сказал Знаменитую фразу Которой мы пользуемся До сегодняшнего дня Ты что гонишь вообще? И кого ты гонишь? Ты кто вообще такой? Он говорит Господи А ты кто? Он говорит Я Иисус Которого ты гонишь Иисус Трудно тебе? Будет еще труднее Почему? Потому что Христианство победит Я говорю Христианство победит Аминь И всем Кто будет с ним сражаться С каждым днем Будет труднее И труднее И труднее И вот Его взяли под руки Уже он не такой храбрый Не такой смелый Не такой уверенный Уже у него глаза не бачут Ноги не ходят Руки не слушаются Язык заплетается Его привели В Дамаск В Сирию Посадили На улице Которая называлась Прямая И Оставили его И вот оставшись Один Павел молился День молился Два молился Три молился На третий день Господь Говорит одному ученику Анании Говорит Слушай Тебе надо сходить На улицу Прямую Посетить одного брата Он говорит Что за брат Господи Говорит Ну Зовут его Савл Савл Брат Савл Он говорит Подожди Это вот этот Который Стефана Убил Он говорит Ну да Так я знаю Это редкостная Скотина Я не хочу Туда идти А Господь ему Говорит Он Сейчас Молится Аминь Он Сейчас Молится Любая Редкостная Скотина Когда она Молится Его Сердце Меняется Аминь Я говорю Любой Человек Когда он Молится Его Сердце Меняется Когда он Молится Сорняки Уходят Когда он Молится Камни Убираются Когда он Молится Почва Разжижается И становится Мягкой Молится В каком Виде он Молится Знаете Даже Молиться Можно По-разному Можно Молиться Исполненным Гордость Господь Сделай Тот А тот А тот Я думаю Что Он Раньше Тоже Молился Так Самоуверенно Убежденно Грубо По-хамски Он Говорил Господь Мы Сейчас Всю Эту Ересь Христианскую Уничтожим Здесь Мы Все Церкви Превратим В руины Мы Спалим Этих Все Христиан Чтобы Их Духу Здесь Не было Вот Так Молился А здесь Он По-другому Молится Здесь Он Сломленный Сломленный Знаешь Мне иногда Говорят Да что Иногда Все время Говорят Все время Говорят Ой У вас Там Одни Наркоманы И алкоголики И всякие Там Вот У нас Бизнесмены И каратисты А у вас Там Наркоманы Вся Там Зато Когда Они До Нас Доходят Они Уже Настолько Сломлены Что Когда Они Молятся Мы Постоянно Видим Чудеса Постоянно Такое Чувство Что Убери Наркоманов И Чудес Не Станет Почему Потому что Многие Люди Несломленные Они Гордые Надменные Они Самоуверенные Ты с ними Поговори Он тебе скажет Я этим Лбом Все Пробел Этими Руками Все Заработал Я Своим Характером Всего Добился Поняли А ты Поговори С этим Которым Многу Хотят Отрезать Гепатит И Ребенка Забрали Или Дительских Прав Лишили И Все Человек Умирает Ты Поговори С ним А он Скажет Да я Ничего Вообще Я Никто И Зовут Меня Никак Сломленный И Молится Когда Сломленный Молится В это Сердце Можно Посадить Веру И Потом Эта Вера Будет Будет Понимаешь Будет Годы Пройдут Она Будет Павел Был Сломлен Сломлен Полностью Вся Система Его Ценности Все Что Ради Чего Он Жил Ради Чего Он Учился Все Его Авторитеты Все Люди Которым Которых Он Считал Великими У Него Все Рухнуло Рухнуло Все Ничего Не Осталось Все Все И Когда Господь Разговаривал С Ананием Он Сказал Анания Он Уже Не Борзеет Он Уже Никого Не Хочет Убить Он Уже Никого Не Хочет Устранить Он Уже Ничего Никому Не Хочет Доказать Он Вообще Уже Ничего Не Хочет Он Теперь Просто Молится Поэтому Иди К Нему И Знаешь Что Будет С Ним В тот День Когда Ты Придешь К Нему Он Прозреет И Он Исполнится Духа Святого Сломленный Человек Закрушенный И Смиренный Который Молится Он Сто Процентов Прозреет Он Сто Процентов Исцелится Он Сто Процентов Исполнится Духа Святого Пусть О каждом Из нас Так Будут Говорить Он Теперь Молится Теперь Он Молится Знаете Новая Страница В жизни Начинается Со слов Теперь Он Молится В моей Жизни Разные Были Ситуации Когда Я Много Молился Когда Я Мало Молился Когда Я Не Молился И Знаешь Когда Ты Не Молишься Служение Становится Тягостью Какой-то Обузой И Тебе Хочется Что-то Себе Скинуть 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 Когда Ты Не Молишься Люди Становятся В Тягости Тебе Хочется От них Подальше Когда Ты Не Молишься Со Всех Сторон Приходят Какие-то Проблемы Мелкие Надоедливые Противные Которые Создают Тебе Одни Неприятности Когда Ты Молишься Молишься А сейчас Не только Я молюсь Сейчас Слава Иисусу Христу Вы все За меня Молитесь Я бы Вам Всем Дал По Пятьсот Долларов Но Пока Нет Я думаю Что это Стоит Дороже Да Это Дороже Стоит Когда Ты Молишься И за Тебя Молятся Тогда У тебя Есть Куча Идей Куча Планов Куча Целей Тогда Служение Для тебя Не тягость А радость И тебе Не хочется Что-то Скинуть С себя А наоборот Хочется На себя Что-то Еще Одеть Натянуть Что-то Еще На себя Хочется Еще Это Я Буду Делать Да Давайте Я Еще Это Буду Делать Еще Я Этим Буду Заниматься Понимаете Молитва Она Очищает Наш Огород Она Делает Мягким Наши Поле Наше Сердце Как говорил Когда-то Пророк Евреям Которые Обрезывали Крайнюю Плоть Ну Вы знаете Откуда Он Говорил Хорош Обрежьте Крайнюю Плоть Своего Сердца А не Своего Пророк Говорил А это Не Пророк Говорил Это Бог Говорил Бог Говорил Это То Что Вы Там Отрезали Это Ерунда Все Хоть Все Отрежьте Вот Здесь Надо Резать Вот Здесь Чтобы Здесь Все Было Чувствительным Здесь Все Было Мягким Чтобы Я Мог Туда Своё Семя Посадить В Сердце Амин Это Воля Божья Это Цель Божья Если Сердцем Будешь Веровать А что Можно Еще Сердцем Делать Можно Сердцем Обижаться Можно Сердцем Возмущаться Можно Сердцем Осуждать Можно Сердцем Обвинять Весь мир Сердце Оно Такое Что Туда Насадил То И Собираешь А можно Сердцем Веровать И Знаете Я Вам Скажу Удивительная Вещь Наступает Иногда Кто Поймет Тот Поймет Когда Мозги Говорят Нет А Сердце Говорит Все Получится Когда Мозги Говорят Да Ты Что Это Все Это Нереально А Сердце Говорит Все Будет Хорошо Все Получится Это Значит Лишь Одно Что То Хорошее Там Проросло Что То Хорошее Там Уже Появилось Вот Почему Важно Братья И Сестры Молиться Этой Песней Молитвой Сердце Чистое Сотвори Дух Правый Обнови Господи Призывать Бога Как Давид Призывал В 50 Псалме Говорил Господи Поработай Поработай С моим Сердцем Измени Мое Сердце Потому Что Сердце Это Колыбель Верный Вера В сердце Давайте Мы все Поднимемся Подними Свои руки И будем Молиться Дух Святой Мы просим Тебя Сегодня В это Утро Косни Сердец Косни Сердец Дух Святой Сердце Бас Сто Лору Лоб Ребеди Ши Ай Май Джам Ай Дэя Лам Ас Сто Лору Лем Шанд Лаф Лес 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 Иисус Мы поклоняемся Тебе Мы славим Тебя Мы превозносим Тебя Мы благословляем Твое имя Мы величаем Тебя Царь Царей Бог Богом Вся слава Тебе Вся честь И хвала Тебе И мы превозносим Тебя Господь И просим Благослови Коснись Наших Сердец господь измени измени сердца я покутал а и и а и а а и а и а а сердце чистое проси проси этого бога а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это дух святой Реки воды живой Реки воды живой Реки воды живой Это дух святой Реки воды живой Реки воды живой Реки воды живой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Дух Святой, сердце чистое, сотвори во мне и своею живой водой. Сердце чистое, сотвори во мне и своею живой водой. Сердце мое, сердце чистое, сотвори во мне и своею живой водой. Сердце мое, сердце чистое, сотвори во мне и своею живой водой. Сердце мое, сердце чистое, сотвори во мне и своею живой водой. Подними свою правую руку к Богу. Дух Святой, мы верим в Твое помазание на этом месте. И я молюсь, чтобы Ты дал помазание для изменения сердец и для исцеления болезни. Доложи правую руку на сердце своем. Возможно, ты нуждаешься в исцелении, или кто-то из твоих близких нуждается в исцелении. Библия говорит, если сердцем будешь веровать, а устами исповедовать, то спасешься. В Слове спасешься, заложено из Слово исцелишься. Положи правую руку на сердце и скажи, Господь, я молюсь, чтобы Ты так преобразовал мое сердце, чтобы там была вера, вера в чудо, вера в исцеление, вера в сверхъестественного Бога, вера в Бога, который творит чудеса. Дух Святой, я молюсь, чтобы Ты прямо сейчас коснулся и дал веру в исцеление, дал веру в исцеление, в исцеление от гепатита, от ВИЧа, в исцеление от сердечных болезней, в исцеление от женских болезней, в исцеление от болезней спины. Господи, дай веру в исцеление от рака. Боже, дай веру в исцеление от болезней почек, от болезней печени. Дух Святой, о рамагит, о лого паталая, эль баралла блещи ди, а гал баралла флеси. И давайте все вместе скажем верующему все возможно. Ранами Его я исцелен Он послал Слово свое и исцелил всех Господь сила моя Господь крепость моя Господь спасение мое Я все преодолеваю силой возрубившего меня Верующему все возможно Многое может усиленная молитва праведного И давайте еще будем славить Господа Реки воды живой Реки воды живой Реки воды живой Реки воды живой Это грусть святой Реки воды живой Реки воды живой Это дух святой Реки воды живой я могу донора на блесе ты по имя иисуса у всякий дух неверия уйдет во имя иисуса сомнение робот убирайся вон во имя иисуса христа я говорю дух герри дух герри сердце чистое и и и и и и и Дух Святой, мы принимаем Твое помазание и Твое благословение на каждую жизнь во имя Иисуса. И как говорит Твое Слово, я веровал и потому говорил. И мы все веруем и потому говорим, верующему все возможно. Аминь. Верующему все возможно. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.